Приветствую зрителей и подписчиков моего канала, с вами я, Мануэль, и мы продолжаем играть в Another Zone Mod. В общем-то, в прошлый раз мы остановились на том, что шли работать на наёмников. Взяли задание, важная посылка, поговорить с заказчиком, и теперь все дороги ведут нас на Агропром. Что ж, давайте без лишних слов, тайники я обыскивать не хочу, потому что я сомневаюсь, что там что-то важное, да и ценнее, чем то, что у нас есть сейчас. Согласитесь, что хабар у нас более-менее нормальный, одна только сева, чего она стоит. Поэтому идём сразу на Агропром, встретимся уже на месте. Но сначала приветы, которые получают Павел Нефёдов, Владимир Щербаков и Владимир Мамонтов. А если ты хочешь получить от меня привет, то переходи в мою группу в ВК, ссылка на которую есть в описании, и делай репост этого видоса. Победители определяются рандомно. Мы на месте. Давай сразу же подойдём. В местный бар и поговорим со сталкерами. Так, кто у нас кто? С кем говорить-то надо? Так, не с тобой. Время, дорога, рассказывай. Да, действительно, это он. Но я хочу сначала всё-таки поговорить с барменом. Я нашёл документы, забирай. Отлично, вот твоя награда. 11 тысяч, и всё. То есть это был просто способ вот заработать. Никакой сюжетной развязки мы теперь не имеем. Ну хорошо, 11 тысяч заработали, и то неплохо. Теперь у нас 30 тысяч. Вот кому бы сдать артефакты повыгоднее, я пока не знаю. Ну, теперь поговорим с Берком. Ну, здравствуй. Я от наёмников. Хорошо, что ты пришёл. Дело срочное. Я довериться некому. Надеюсь, наёмники посвятили тебя в курс дела. Говорили, что ты кейс свой не можешь забрать. Дело в том, что в кейсе находятся бумаги с очень важной информацией. Если я их не пронесу нужным людям, то у меня будут большие проблемы. А потому решил спрятать кейс понадёжнее и закопал его в конце тоннеля. Вот только собирался забирать его, то увидел в тоннеле кучу снорков. Вот кого-кого, а снорков я терпеть не могу. Готов хоть на химеру с ножом идти. А вот от одного вида снорка так и хочется бежать как можно дальше. Как я бежал в прошлой серии от химеры, да? Потому я ищу надёжных людей на это дело. С деньгами проблем нету, а потом оплата достойная. А где ты закопал свой кейс? В самом конце тоннеля, с правой стороны. Лопату я дам, а насчёт снорков, их там просто тьма. Даже у опытного сталкера с хорошим снаряжением могут возникнуть проблемы. А потому дам тебе вот эту химическую бомбу. Установишь её в тоннеле, и снорков там не бывало. Как не бывало? Этот газ не опасен для людей, так что максимум головокружения отделаешься. Химическая бомба, старая лопата. Если у тебя есть такая бомба, то почему сам не сходишь? Ну а вдруг она не сработает? Понятно. Или ещё что произойдёт? Да и как я говорил, я терпеть не могу снорков. От одного их вида начинают трясти руки. Ладно, не буду тебя больше задерживать. Жду тебя в этом баре. Увидимся. Так, и куда же нас? А, вот сюда, значит, нас. Это дело приведёт. Сталкер закопал кейс в тоннеле. Однако, когда пришёл за ним в последний раз, то обнаружил кучу снорков, которых он панически боится. Находясь в указанной точке, воспользуйтесь лопатой, чтобы откопать кейс. Так, что же делать с этими кровососами? Надо их убить. Ну пока ладно. Пойдём поговорим с медиком. Посмотрим, куда нас дальше поведёт основной сюжет. Привет, ты слышал что-нибудь про артефакта сволок? Хм, что-то припоминаю. А тебе зачем? Поинтересоваться или как? Я пришёл в зону, чтобы найти этот артефакт. Так ты знаешь что-нибудь о нём? Слушай, тут вот какое дело. Мне сейчас помощь нужна. А ты как раз кстати. Моего курьера убили и забрали документы с нужной информацией. Может ты разберёшься с этими гадами? А я тебе расскажу всё, что знаю про этот артефакт. Ладно, разберусь. Где мне искать их-то? Скорее всего, они могут быть на холме. Ничто севернее прохода на кордон. Попробуй поискать их там. Ладно. Понятно, друзья. Сталкер убил заказчика и забрал нужную медику информацию. Нужно разобраться с воришкой и вернуть документы. Тут как раз, знаете ли, по пути до снорков. Ну вот что я думаю. Может быть нам всё-таки починить наш дробовик спас? Потому что мне кажется с ухудшением его качества ухудшаются и характеристики. Стоит он примерно... Кстати, давай мы вернём детектор. Я пришёл, верну детектор. Давай сюда, держи. Всё. Так как-то он его быстро расстроил, настраивал он его гораздо дольше. 8400. Да ничего страшного, друзья. Ничего страшного. Пусть будет так. Также я бы качнул ёмкость. Массу, которая нам не помешает убавить которую. Ещё вот массу, ёмкость тоже у автомата. Так, и, конечно, наверное, вы говорите мне, что нужно качнуть нашу бронежилет Сева. Конечно, разумеется. Вес плюс 10 или же количество контейнеров плюс 1. Хм. Если я качну вес, то потом я смогу плюс 2 контейнера качнуть. Так я и сделаю. Лучше уж будет вес. Отдал за это целых 5000. Вес будет для меня поважнее. Ну что ж, вроде как всё. Увидимся. Спасибо за раскачку. Ну что, я пойду тогда на то место и встретимся уже на месте. Вот я подхожу и вижу тут красных NPC. Только там, по-моему, ещё и не один. Просто видно только одного. Конечно же, мне надо его убить. Давай попробуем. Попаду или не попаду? Попал, но не в голову. Так, гранат у нас никаких нету. Поэтому надо сидеть и отстреливаться. Ну же. Попади в голову. Ну, вряд ли я, конечно, попал в голову. Скорее, я его просто достал. Своим патронами и он упал. Ситуация, конечно, не из приятных. Окружён, грубо говоря, со всех сторон. Так, одного убил. Придётся завязать аптечку, дорогие друзья. Вроде бы убил всех. Давайте теперь обущим этих самых сталкеров. Славик Ворон. Документы экология. Некая документация с полным описанием неких трав и их свойств. Похоже, что опираясь на информацию в этих документах, можно сделать огромное количество различных медикаментов и ядов. Отнести документы медику. Медикаментов и ядов. Странно это как-то. Да? Как вы думаете, друзья? Может быть, это они отравили лагерь сталкеров? Узнаем сейчас. Вернёмся к медику, а там посмотрим. Я вхожу в тоннель к сноркам. Активировать бомбу. По-моему, я её рано активировал, да? Или она полностью весь тоннель заполонила? Вроде как заполонила. Здоровье у меня не уменьшается. Даже наоборот. Снорки сливаются. Со временем. О-о-о-о-о. Их тут серьёзно целая куча Целая мать его куча, друзья Ладно, давайте я по-быстрому их всех обыщу Ибо части стоят чего-то А потом Заберём кейс Так, смотрите-ка, откапываю Типа происходит какая-то анимация Вернуть кейс заказчику Как думаете, кто-нибудь заспаунился у меня тут? Или нет? Знаете, как бывает Да, да ладно Простите Серьёзно? Да я ванга? Хотя нет, это было предсказуемо Блин, я думал Короче, я думал, что они появятся Но тут же я подумал, что вряд ли Как-то это банально Но нет, тут кто-то появился, реально Я аж Подавился, прошу прощения Так, ну давай Фуф Давай перебьём их У нас осталось несколько гранат Ооо, даже вот такая вот Ну, вот я их вижу Ловите! Да ладно Всех троих слил, представляешь Вторую кинул просто так уже Ну, наверняка, чтоб, да? Крыса Ха У него ещё и артефакт очень хороший Детектор Велес Который Я бы мог не покупать, да, наверное Но я всё-таки купил Ну, ничего страшного ПДА крысы А также флешка с тайником Ладно, что написано там В ПДА Запись номер один Этот хрен нас только поставил Обещал огромные деньги Если мы отправим Весь лагерь Если мы отравим Весь лагерь сталкеров на кордоне Теперь мы По уши в дерьме Денег нет А оставаться в здешних местах опасно Нужно срочно валить отсюда Говорят, что султан на Затоне Убил Султан на Затоне Убил некий вояка Если это так То нам стоит отправиться туда Думаю, сейчас там самое место для нас Лишь бы об этом никто не узнал Запись номер два Зато на путь не близкий Так что не помешает Прикупить побольше Провизии Медикаментов и амуниции Денег совсем не осталось Так что следует найти работенку Запись номер три Неохота даже вступать В разговор со сталкерами Похоже, что они начинают Нас подозревать У Долга тоже толковой работы нету И зарабатывать на мутантах И поисках артефактов Опасно Так это и самая прибыльная работа Запись номер четыре Узнал, что один сталкер Посеял свой кейс Вот только где он мог его спрятать И номер пять Из разговора сталкера Стало ясно, что кейс в тоннеле Однако и мутантов там, думаю Однако и мутантов там Думаю, следует подождать Когда сталкер со своим Совсем разберется И устроить ему засаду Вот так вот Вот так вот, друзья Вот кто Отравил лагерь сталкера Вот эти вот Вот эти ребята Это тоже сталкеры Дружище Давайте поговорим для начала С медиком Привет, сталкер Вот, держи бумажки Теперь говори, что знаешь про артефакт Ну это По правде говоря Я ничего про артефакты не знаю Но вот что Раз ты мне смог помочь То вот что Ладно Сходи к свободовцам Уверен, что местный медик должен что-то знать Да ладно От медика к медику меня посылают А чтобы долго до базы не бежать Можешь к нашему проводнику сходить Его вал зовут Он тебе за определенную плату вмиг проведет И еще Вот тебе немного За документы Спасибо Вот действительно Что проводника добавили За это отдельное спасибо Блин, модификация меня пока только радует Спасибо хоть и на этом Потому что предусмотрели А то Предусмотрели то, что мне не понравится бежать Опять Туда-сюда Да Разработчики Определенно молодцы Давайте-ка прочитаем Кейс Описание кейса Потому что я подметил кое-что интересное Несмотря на небольшой размер Кейс имеет внушительную массу Также он имеет хорошую защиту Так что Даже опытному Технику придется тяжело То есть это намек Что мы можем отдать технику Чтобы он взломал Давай проверим Эту теорию Я пока не знаю Я, разумеется К технику не ходил Давай посмотрим Просто ради интереса Есть ли у техника диалог Про этот кейс Нет Ну, жалко Ладно, идем Отдадим этот кейс сталкеру Вот твой кейс Местные сталкеры Устроили мне засаду Ты знал об этом? Нет, не знал Однако я опасался Что третьи лица Узнают про мой кейс И похоже не зря Прости, что сразу не сказал об этом Но я не знал наверняка Однако ты вернулся живой Да еще и с моим кейсом Этот кейс Дорого обойдется тебе Надеюсь, не забыл про обещание Про обещанное Тринадцать тысяч? Помню, помню Все, вот твоя награда А наемникам я сообщу Что сработал-то отлично Тринадцать тысяч Не такая уж это и большая награда Мне там двадцать тысяч давали На территории базы свободы За то, что я Пси-установочку маленькую отключил Да уж, друзья Вот такие вот дела Что это такое-то? Термос Ладно, пойду Продам торговцу Нажитая А куда это я пришел? Пришел я к логову кровососов Тому самому Которого Которое нам надо зачистить За пять тысяч Обещанные нам Ну а что тянуть? Надо это задание выполнить Рано или поздно Я надеюсь Их тут немного Троих вижу Одного Раним пару раз Чтоб полегче Ой, 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 ой Так, да, перезарядим Он неожиданно прям подошел Но оно ясно Он же невидимый Воу! Ненавижу кровососов Ненавижу Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо я уничтожил стая болотных кровососов теперь поспокойнее будет все как договаривались твоя награда 5000 все это тоже знаете как подработка дальше никакой сюжетной развязки по этому квесту нету а вот он проводник я уже думал меня обманули просто на миникарте ну вообще были на карте не отмечается время своим значком таким я думаю вы все знаете как выглядит проводник что ж раз уж мы пойдем в темную долину к сожалению взят только в темную долину и скорее всего этот проводник одноразовый то есть я не схожу в кордон то давай возьмем артефактов всех артефактов какие то мы продадим какие-то селекционируем потому что у меня есть действительно годные с годными характеристиками мы их можем улучшить эти характеристики а можем продать вот и все как раз одну посмотрим кто же дороже берет долговцы или все-таки сталкеры ну и у свободовцев проверим в итоге все равно все и продам сталкером давай сразу зайдем по идее долговцы должны артефакты брать дешевле всех но глянем сейчас 4 500 например огненный шар ну и так и запомним потому что ну бессмысленно все остальное смотреть 4 500 все запомнили надеюсь вы тоже запомните это пожалуйста и с вами сейчас опытным путем установим что же готов для похода в темную долину если что там есть механик который меня починит да и даже толком ничего не сломан хотя полом на давать все-таки тут починимся чтобы сразу быть себе уверен ну что ж вал пойдем в темную долину 2 500 и читать и уже до месте ну пойдем 2 500 так для 500 я думал ему просто туда по пути и мы просто пройдем но не 2 500 нет но это немного немного если тебе лень идти то вот плати 2 500 и пожалуйста некоторые костюмы комплектуются интегрированными шлемами да например села он привел меня практически ко входу в базу по идее да но если свободовцы увидит долговцы все мы с вами прекрасно знаем что начнется стрельба ладно мне надо поговорить с медиком узнать так скажем или давайте сначала проверим цену да наверное многим из вас интересно именно сына кто же берет артефакты выгоднее для нас свободовцы или долговцы абсолютно также 4 500 наверное у сталкеров так будет но все таки я донесу до сталкеров все эти артефакты и так нам говорили надо поговорить с медиком здорово друг григорий привет ты слышал что-нибудь про артефакт осколок нет впервые о таком слышу одна да все никто ничего не знает однако если бы ты достал для меня книгу со всеми записями из лаборатории x18 то возможно я бы смог тебе чем-то помочь наверняка там есть сведения об этом артефакте что за лаборатория ее вход находится под заброшенным заводом ключ от ключ от лаборатории должен находиться у нашего лидера группировки свобода локи но не думаю что он так просто тебе отдаст его я что-нибудь придумаю все меня эксплуатирует как только их душе угодно да ну что ж пойдем к лидеру местной группировки свобода локи местного отряда да так скажем что же он куда у меня пошлет опять на кого-то убить что-то где-то купить блин только тут радиация смотрите вот я прям не знаю опасно для него находиться это ты лидер свободы мне сказали что у тебя есть ключ от лаборатории x18 могу ли я как-нибудь его получить чего я должен давать ключ незнакомым людям вот если бы ты сделал для нас что-то возможно я бы тебе и дал ключ не удивлюсь если меня пошлют сейчас на базу долга украсть документы там которые я украл тут на другой я не рассчитывал что нужно сделать есть кое-что тут один свободовец чуши наплел что мол восточной в восточной постройке увидели страшное чудище с того момента все обходят это место стороной а ведь она рядом с нашей базой находится хотели отряд туда выслать да все да все такого наговорили про это место что даже опытные идти боятся но все же один опытный свободовец шустрил и звать хочет проверить это место но чтобы рисковать но чтобы не рисковать для подстраховки попросил одного человека вот если ты с ним проверишь это место то дам тебе ключ договорились но я уже подозреваю кто там дают думаю и вы это химера ничего удивительного давайте поговорим с шустрил и я от локи он сказал что тебе нужен человек для подстраховки ну наконец кто-то решился мне помочь да нужна помощь мне я бы и сам справился вот только рисковать неохота когда выходим сейчас и выходим а то я уже засиделся ну так пошли следовать за свободовцам сто процентов вам говорю это химера так чё ты сидишь о подскочил даже присел давай пойдем да ладно идти надо к этому зданию мы пришли ты готов нет значит это не химера кровосос потому что закрыть помещение закрытая смотрите-ка все окна прям закрыты забиты значит там кровосос вот я уверен причем какой-нибудь стронглав так черт засуемся держись рядом все будет хорошо если его убьют друзья разумеется я перезагружусь даже если можно будет идти дальше потому что я бы хотел чтобы он остался в живых не хотел бы сливаться ну что здесь за тварь водится я уверен что она со спины у нас появится вот почти уверен так тут никого да ты проверил хорошо господи не сказать что мне прям очень страшно мне просто любопытно кто же это будет все таки я же думаю что это кровосос но 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 мало ли буллер хомячок хомячок добродушный толстячок хомячок хомячок добродушный толстячок изи буллеров я не очень-то и боюсь они просто бесят на меня наоборот своей вот этой хиромансии получил трофей батарейка что я с бюрера снял артефакт представляете причем довольно таки неплохой артефакт может быть моего даже селекционируем ну что свободу из фух не думал что встречу бюрера ты как в порядке мы все проверили будет знаете неудивительно если все-таки это не тот мутант окажется и сейчас какой-нибудь все-таки стронглав вылезет да был бы сюжет на поворот что надо да похоже что тут был только один бюрер думал будет хуже скажешь локи что пристройку зачистили ладно пошли обратно и это ты зайди ко мне как-нибудь свободное время я тут банду из-за опытных охотников собирая нужно будет устроить охоту на одного мутанта но за подробностями ищи меня в лагере хорошо и зайду я надеюсь ты тут не умрешь поговорить со свободовцем за интересно задание мне интересно что на какого мутанта мы пойдем так что друзья обязательно я схожу мне очень интересно но блин бюрер я все-таки думал что будет кровосос просто это страшнее чем бюрер на много раз во много раз вернее бюрера я не очень боюсь ладно я это уже второй раз повторил просто давайте поговорим с локи мы зачитали постройку теперь давай ключ конечно вот держи вот так все просто бывай удачи будет полезная информация так и нам предлагают сходу идти в лабораторию что же давай пойдем сразу а чё тянуть тогда оружие есть патроны все есть все есть ну только давай дроби прикупим все таки тайничок как раз по пути только вот я слышал там кровососа не очень бы хотел с ним встречаться так пару таблеток видимо и пенифрина и не знаю можно назвать это таблетками ну хорошо пусть лежит он мне конечно не очень нужен видите у меня выносливость не кончается я все-таки прокачал хорошо артефакт который у нас называется компас да посмотрите на шикарные характеристики трудно не согласиться так еще и этот арт можно прокачать ну не знаю смысл потому что выносливость у меня максимальная надо что-то прокачать на радиозащиту восстановление здоровья может быть еще я уже десять раз сохранился за минутку но пустына тут чё-то я думал тут все-таки кто-то будет страшно-то так пойдем вот так вот друзья не знаю что нас там ждет кто нас там ждет но могу предположить скорее всего это будут полтергейсты те же самые парочка бюреров ну и 50 гигант тихо вы слышите по-моему это бюрер топает страшновато ну нормально мы не такой с вами видели вот это я орнул друзья извините извините что я орнул это было не от страха так скажем от неожиданности вот на самом подходящий стола мне нравится что с них падают артефакты pt поэтому есть огромный смысл их всех обыскивать лунный свет серьезно что он дает-то все защита электрозащита тоже очень неплохие характеристики кутихи мало всего лишь два да ладно ну это смешно ну это смешно но что это было он в стену прыгнул но все равно меня задел игра тебе плохо отдыхай вот так вот с автомата намного эффективнее было их расстрелять ой тушканчики что ж сеймси намного эффективнее все таки было с автомата дробовика как-то не очень либо я очень жестко косил либо что-то еще так ну живенько я скажу тут у вас другие друзья и нашел код доступа лежал в обычном месте казалось мне что я слышал тушканов но нет ничего подобного 1488 код а 1486 до тупану здравствуйте от вас и не хватало мне найти вход научную лабораторию так это еще и не вход в лабораторию был представляете ладно пойдем у нас уже полтергейстов смотрю думаю мы с ними быстренько справимся ну что ж я прошел многих врагов теперь мы можем войти в лабораторию да посмотрим если тут что-то как видите коды свое местоположение немного поменяли и теперь код у нас лежит тут где именно вот ну в ящике барахло какой-то колбаса хлеб то есть тут явно кто-то был недавно потому что хлеб вообще долго лежать не может вы сами это знаете прекрасно ну тогда почему он тут лежал потому что тут кто-то есть тогда прочитаем записку так это не то семьдесят четыре двадцать три вот так вот семьдесят четыре двадцать три куда тут еще кто-то идет и так это люблю буллер буллер как тебе нормально вообще нет блин слушать у меня такое чувство закрадывается что автомат эффективнее дробовика дробовик действительно как-то себя странно ведет так тут опять да вау алё прощай ты моя любимая я тебя люблю ты моя красивая контролера ловью супер уничтожили и бюллеры и контролер только непонятно как они вместе сосуществовали да скажем так посмотрим что падает контролера потому что таких приколов я еще не обыскивал глаз рука контролера мозг приглас артефакт имеется виду вы не подумайте что это глаз контролера то есть них падают артефакты зачем они ходят с этими артефактами я понятия не имею но пусть будет так может быть что-то годное может выпасть них вообще гробить очень годный имеют артефакт мамины бусы пойдет так да помимо этих двух я слышал тут опять этих санных снорков здание то какое проникнуть научную лабораторию так я проник проникну про выполнено выполнено она дальше то да ёптвою я надеюсь это не полтергейст меня уже даже не дать них так документы где по сюжету они лежали тут в оригинале ну ты в этой комнате имею ввиду сейчас да тут же лежат а кто-то заспавнился ясно просто молча заспавнился ясно вот так вот отсылочек оригинала причем показывает что я в каких-то подземельях под радаром ну блин как я мог от радара да нет конечно это под игрок под игрок после под темной долины эти подземелья обманывают меня и вас тоже друзья не верьте ой как же туговато то будет тут без пнв так я слышал наемников уже где-то тут то есть они подошли ко мне вплотную где-то да я их точно слышал можете не сомневаться что они там курлыкали кстати голубь курлыкает опять хрени сюда у меня есть гранатка гранатка это хорошо гранатка это класс лови опа один выкатился второй тоже наверно хочет а вот второй не выкатился хорошо нет это плохо думаете тут только один был хорошо будем надеяться что другие остались сверху так что за артефакт такого я еще не находил радиозащита плюс 25 электро минус 25 радиация минус 3 хорошие арты обязательно какой-нибудь селекционирую я уверены вы хотите чтобы я селекционировал что-нибудь на восстановление здоровья чтобы я был просто смерть машины просто шел и меня можно меня не убить не сломить радиация не отравит все в том духе так тут кто-нибудь есть или нет конечно же есть вряд ли сюда один наемник только пришел вопрос где какой-то страшный с какой-то дороги то ты у меня на дороге стоит больно было вообще-то ну ладно я тебе прощу первый раз а вот теперь есть не пойму откуда тут он кричит фуф так ну и у этого ничего особо то нет с собой вот это ты меня напугал не то чтобы напугал опять-таки неожиданно это было целая куча патронов надоели все меня ранить нормально нормально я думал что это будут военные все таки военные мне кажется были бы посерьезнее как вы думаете или нет так но я слышу еще где-то наемник неужели он остался снизу но разумеется я не буду возвращаться к нему потому что это не цель моя он что же наемников моя цель где моя цель отдать документы ученому вот и все друзья что же давай отправляемся отдавать документы ученому тут вроде бы никого нету и хорошо не очень хочу перестреливаться с наемниками поэтому я просто знаете ливну отсюда не хочу опять-таки тратить свое время но кто-то точно остался в лаборатории правда что им там делать я не знаю документацию я забрал опять кровосос и знаете дробовик себя показал крайне неэффективно и намного быстрее убивал с автомата с теми же двумя снорками нападавшие на меня я никак не мог справиться с дробовика справился именно с автомата может быть я такой криворукий не умею стрелять дробовиков но мне кажется я умею стрелять дробовиков но тут он кабана типа сваншотил ладно обрез бы такого разумеется не сделал но хрен узнает ладно направляемся к ученому вернее не к ученому от медику почему написано что документ документу отдать ученому а нет все понял это который сидит там у локи нет даже помечен ты медик ладно кому помечено к тому и пойдем я слушаю вот я принес документацию из лаборатории надеюсь те самые документы дай поглядеть да это то что мне нужно было а ты не так просто как кажется на первый взгляд а где прогулка пара по лаборатории довольно насыщенно получилось лучше скажи что там с артефактами погоди секундочку сейчас поищем а вот нашел этот артефакт можно создать только при помощи четырех артефактов белый камень орех аномальная клетка и спектр с аномалией клеткой с аномальной клеткой думаю проблем не будет у меня один человек есть он тебе поможет с остальными будем разбираться похоже что мне стоит получше разузнать про эти артефакты так что мне нужно некоторое время да и ты наверно после лаборатории отдохнуть хочешь так что сходи отдохни только далеко не уходи а я сообщу тебе как освобожусь хорошо здание выполнено найти отчеты исследований что теперь теперь нам нужно просто ждать да он сказал просто жди и все так же найти парочку инструментов надо возможно примите stalker знает где их искать с этим все ясно моему для калибровки инструмента отдали есть задание изгоя рассказать сталкером о произошедшем посмотрим как отреагирует сталкеры на то что мы им расскажем кто отравил их лагерь но это друзья уже все следующей серии а вам спасибо за внимание спасибо что смотрели до этого момента вы просто молодцы особенно те кто смотрит до конца я таких подписчиков очень люблю забывайте оценивать видео не забывайте подписывать если вы еще не подписаны подписываться простите что заговариваюсь просто целый час уже записываю но разумеется вы увидите наверное минут 30 ну что бегать не у я все вырезаю ну что ж с вами был мануэль всего вам доброго и до скорых встреч ссылка на плейлист с прохождением в описании можете его эту ссылку на плейлист публиковать где-нибудь у себя даже на стене чтобы ваши друзья посмотрели полное прохождение но пока еще не полная модификации и но за зон мод всего вам доброго и до скорых встреч пока а